Бог вообще все. А теперь я вам расскажу, как это все смоделировать. Философия – это когда вы думаете, а думаете вы, когда вам кто-то сопротивляется. Кто говорит, так, секундочку, не очевидно. И вы такие, да ладно. Ничего не получается, кругом враги, но ясно все предельно. Все философские проблемы – это проблемы языка. Когда такое читаешь, думаешь, что автор сошел с ума или что-то, да, неприличное. Значит, что я вам хочу сказать. Я не понимаю, зачем вы пришли в такую плохую погоду, тем более. Потому что, конечно, книжка так себе. Я серьезно скажу. Черт, мог условно. Мне так все говорят. А я, мне она нравится. И я, соответственно, сегодня попытаюсь вам донести, почему она мне нравится. Поделиться, так сказать, удовольствием от собственного творчества. Вот. Значит, что сделаем? Я вам, наверное, почитаю маленькие истории и расскажу, зачем они вообще нужны-то. Ну вот. У кого будут книжки в руках, те смогут следить за этим, а другие будут на слух. Я, наверное, сяду, почитать стоя как-то. Значит, ну вообще, что это за... Это на самом деле очень провокативная книга. Вот. Я же небольшой любитель философии, если кто не знает. Вот. Я с ней воюю. Вот. Я перенял эту традицию от моего любимого философа Людвига Витгенштейна, который говорил, зачем вы философствуете, идите лучше поработайте. А это было серьезно. Ну так... Ну вот. Значит, идите поработайте. И он реально студентов своих выгонял, говорит, идите работайте. Потому что что такое философия, считал Витгенштейн? Он считал, что это языковые игры. Мы с вами играем постоянно какие-то слова. Друг дружкой, значит, мы как птички обмениваемся. Думаем, что в процессе этого обмена произошла какая-то реальная коммуникация. И это полная чушь. Ну вот. Все, кто читали другие мои книжки, они понимают, что это, в общем, я разделяю подобную точку зрения. Вот. Мое счастье состоит в том, что... Ничего, что я так вот гужу, как-то у меня ощущение, что я в этом не бот, а бот в колодце. Ну, да. Вот. И... Мое счастье состоит в том, что к философии я пришел, изучая психотерапию. Вот. Ну, у меня были больные, у меня было отделение. Вот. И, соответственно, я через этим изучал много всякой разной литературы. А тогда психотерапией вообще, по литературе, по психотерапии было шаром покати. Это было начало 90-х годов. Там Фрейд был, вот это все. Но Фрейдом-то не вылечишь же все. Вот. И приходилось читать все подряд. Вот. И, соответственно, стал читать много всякой разной философии. Что-то будет лучше? Или, не знаете, не будет? А вы держитесь? Да, вам нормально. Ну, слабо. Значит, вот. Да. И я, соответственно, придя, смотрел на нее уже критическим взором. Обычно на философию смотрят как? Снизу вверх. Это такая царица наук. Мать там, значит, перемать. А на самом деле что такое философия? Философия – это просто способ, которым люди на протяжении очень длительного времени пытались объяснять мир, который был непонятен, потому что у них не было науки. Но она всегда была такая, что это было недостаточно для того, чтобы объяснить происходящее. И, соответственно, философы, они объясняли социальные отношения между людьми. Они объясняли, как, что в мире вообще, вот как он устроен, что по эту грани, что по ту и так далее. И это были просто объяснительные модели. Вам все еще хорошо, да? И объяснительные модели по сути дела сродни религиозными, но без Бога. Я сейчас пишу книгу, она называется «Четвертая мировая война». Как нас победит искусственный интеллект. Я вам должен сказать, что он нас никогда не победит, потому что мы не сможем его создать. У нас где-нибудь что-нибудь замкнет, обязательно будет гудеть в колодце. Да, значит, да, и философы объясняли, это была, по сути дела, религия, но такая светская. Хотя у многих философов, как вы знаете, Бог прекрасно присутствует. У Гегеля он там абсолютный вот этот дух, который там водами, значит, там крутится, вертится. Значит, ну вот такое трансцендентальное по Канту, понимаете, вот, тоже что-то такое, какой-то абсолют стоящий за, значит, всем, с чем мы имеем дело. У Спиноза, например, Бог очень красивый, он хитрый был. Он был еврей, вот, а его выгнали. Он, ну, пытался им, как бы, объяснить, что он думает, вообще не своей. Ему говорят, иди вон. Вот, и он ушел, и дальше оказался в ситуации, что надо как-то философствовать. А тогда очень были всякие эти, эти, ну, институты религиозные были, ух, такие, нехорошие. Могли сделать неприятные. Вот. Декарт, он скрывался, бегал, понимаете, от всех. Герой войны, так сказать. И то пришлось бегать, потому что вот это Когита Сум, понимаешь, и все, уже опричник, и не как это, отступник, и все. Вот. Спиноза тоже вот. И он хитро придумал, говорит, а давайте все, Бог. Бог вообще все. А теперь я вам расскажу, как это все смоделировать. Ну вот. В общем, короче говоря, прыгали они как могли, потому что пытались найти модели сборки реальности. Как вот так себе представить эту книжку. Но наступил 20-й век. 20-й век, это, конечно, я вам должен сказать, мы отожгли. Вот. Войны, концлагеря, значит, гулаги, чертов ступи, атомные бомбы, газовые, газовые атаки, химоружие. Ну вот. Ну, плюс немножко хорошего. Обезболивающие, антибиотики, немножко медицины. Ну вот. И стало понятно, что прежняя философия просто позор. Стало это становиться понятно перед этим. И поэтому такое направление было философией вот экзистенциализм, который начался с Ницше, начался с Киркегора. Вот. И дальше вот он, собственно говоря, развивался. Вот. Возникла феноменология, которая так и не смогла состроить, достроить свое здание. Возникла вот такая метафизика экзистенциальная, типа Хайдеггера и других таких крупных товарищей, потом Сартра во Франции и так далее. Ну вот. Но это все, конечно, было слабенько. Ну, очень хорошие. Они мне нравятся. Это я называю, потому что их люблю. Ну вот. Но с точки зрения задач, которые стоят, слабо. Ну, понимаете, если все можно объяснить на уровне мельчайших, понимаете, можно ДНК, понимаете, эти бозоны, эти химические реакции, все можно объяснить, зачем какая-то дополнительная философия. Ну вот. Но традиции есть. Ну вот. И традиции, я вам должен сказать, очень хорошие. Потому что вот сколько мы не ругаем вот так философию, это хорошо ругать отсюда, когда мы уже в курсе. В курсе дела. Все понимаем. А тогда это, во-первых, было очень важно, потому что это, в принципе, позволяло как-то структурировать представление человека о мире, в котором он живет. И потом, эта практика интеллектуальная позволила создать большое количество разных, как бы, схем работы с информацией. Вот, например, Спинозу я вам вспоминал. Вот. Его обожал, например, Выгорский. Лев Семенович. Великий, просто, да? Не расставался с Томом. И я понимаю его, потому что то, как Спиноза описывает эмоции, как он это все собирает, потребности, наши желания и так далее, это величайший интеллектуальный труд. Или, например, Эйнштейн. Он обожал Юма. И я вам должен сказать, что вот у меня нету доказательств. Вот. Но мысленные эксперименты, с помощью которых Эйнштейн, собственно, достигает своих невероятных прорывов, если вы почитаете трактат о чеческой природе Юма, то вы увидите кучу таких мысленных экспериментов. Да вот. Он нашел ход некий интеллектуальный, который позволил ему думать уже в области науки. И в этом смысле философия, как бы, из вот этой вот объяснительной такой истории, такой мифологии, такой понятийной, она трансформировалась в мышление о мышлении. У Мордашвили есть, кстати, такая, по-моему, даже книжка. Может, вру. Но, по-моему, да. Так и называется. Мышление. Или это лекция, набор его. Да. И, конечно, первым, кто революционно, так сказать, ударил по этому столу, был тот самый Людик Виттгенштейн, про который я вам говорю. И он сказал, что все философские проблемы это проблемы языка. И если вы разберетесь в чем там игра, какие слова, понятия, с чем играют, то вы увидите, что никаких действительных философских проблем нет. Значит, ну, только я называю книжку «Самоучитель по философии». Значит, философских проблем нету, а самоучитель есть. Ну, вот. Это не просто так. философия – это наука о мышлении. Уже сейчас я занимаюсь, конечно, методологией. Это не просто о мышлении, а это о том, как использовать наши знания о мозге, чтобы понять мышление и, соответственно, как думать наиболее эффективно. Да, вот. Но вот при тече этому это, конечно, самоучитель по философии. Философия как таковая с Витгенштейном и его, так называемым, лингвистическим поворотом. Вот. Ну что, вы скучаете все, да? Скучно я рассказываю? Не знаю. Я не знаю, как это весело рассказывать все. Ну вот. Ну, давайте я там почитаю что-нибудь вам, да? Как вы смотрите на это? Да. Значит, вот, смотрите. Я тут заложу, чтобы что-то, с чего-то начать, по крайней мере, и хоть у вас какой-то интерес так удерживать в этом процессе. Страница 29. Кто в Инстаграме знает, такую картинку я размещал. Вот. Значит, это картинка. Кстати, вот, книжка хороша тем, что она иллюстрирована. Иллюстрирована замечательной художницей и моим другом Ольгой Кордюковой, которая нашла, конечно, совершенно тонкие и невероятно изящные образы, которые позволяют как бы проникнуть в суть этих историй. Ну вот. Но сейчас там как бы суть нету. Я описываю, как есть. Вот. Значит, что я сказал вам сначала, что мне очень повезло, что я начал изучать философию, встретившись с психическими больными. Я в первом курсе, мне было там 16-17 лет, ходил на клинические разборы. И вот юным студентам и, ну, слушателям и там профессорские разборы, соответственно, там все остальные были, сотрудники кафедры, показывали сложные случаи. И вот, когда вы ничего не понимаете про медицину, про психиатрию, вам показывают психического больного, это производит очень сильное впечатление. Вот. потому что он видит какие-то вещи, которых, ну, вы уверены, говорить, что это не существует. Он видит какие-то взаимосвязи между людьми, вот что за ним следят, там, что он Христос, например, такие бывают, или там еще что-то, что на ним эксперименты ставят, например, инопланетяне или вот раньше КГБ. Вот. Все прослушивают, вода капает, а в воде сообщается ему важная информация. Вот. И как вы это сталкиваетесь, вы думаете, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это первая мысль. Вот. А дальше, если вы думаете чуть дальше, вот, это вы понимаете, что это все его мозг делает. Если вы думаете еще чуть дальше, спрашивается, а вот то, что ваш мозг делает, собственный, вроде бы здоровый, это тоже под вопросами, вот. Но вот то, что он делает, это насколько это все состоятельно, да? Значит, и поэтому первую историю, которую я написал, это был 1995 год, я как сейчас помню, вот. И она мне показалась очень забавной. Семен Семенович никогда не видел мандаринового дерева. Он воображал себе мандариновое дерево, но не узнал его, когда увидел. Семен Семенович расстроился и застрелился. виноваты ли в этом мандарины. Значит, в чем, как понимать такие истории, эти вот полухармсовские, полукаановские, я надеюсь, истории. Значит, мы с вами живем в конструкции, что мы все представляем. Мы живем в системе собственных представлений. Даже другие люди, с которыми вы взаимодействуете, это ваши собственные конструкты, которые вы создали мозгом. Потому что от другого человека вы же никакой объективной информации не имеете. Все это вы реконструируете. Придумываете его. Придумываете его характер, его сущность, его фундаментальная ошибка атрибуции. Вносим в него, атрибутируем ему разные качества и так далее, и так далее, и так далее. И верим в это. Потом вдруг этот человек делает что-то. Изменяет вам, предает вас, оказывается, что врал перед этим, еще что-то. И вы такие, боже, мандариновое дерево не такое, как я себе его представляю. Пойду застрелюсь. Сильно вас разочаровывают же другие люди, правильно? Вот. То есть образ мандаринового дерева это все, с чем мы имеем дело. Это всегда набор наших представлений. Но реальность время от времени вырывается в нашу жизнь. Вы это потом загладите. Вы скажете, не, я все правильно про него или про нее думал. Я всегда подозревал, что что-то не так. Вот. Но просто я очень хорошо отношусь к людям. Вот. И так далее. И поэтому я должен был дать шанс. Да? Ну, как мы сейчас соврем, это другое дело. Значит, и соответственно, если вы подставляете вместо слова мандарины реальность или другого человека, то прочитайте эту историю с такой текстом. Семен Семенович этот человек, что он такой, какой он есть, и он не соответствует вашим ожиданиям и фантазиям. Виновата реальность ли реальность, что она не такая, какая она есть, в соответствии с вашими представлениями и фантазиями? Это вопрос на подумать. Собственно, для этого книжка и задумывалась, как самоучитель. Но, по-моему, прикольно, я не знаю, мне очень весело. И вот. Значит, ну, дальше. Вот. Это, я надеюсь, странный вам покажется текст. Я буду отклеивать бумажки. Вот. Значит, смотрите. Семен Семенович ждал. Время тянулось из окна в дверь. 43 страница. Он пересел напротив, и оно потянулось из двери в окно. Просто там теперь больше шумят, подумал Семен Семенович, глядя на дверь. Что такое субъективность? Ну, когда такое читаешь, думаешь, что автор сошел с ума или что-то, да, неприличное. Вот. Но на самом деле, для того, чтобы понимать эти истории, часто нужно идти от вопроса. Ну, формально речь идет о чем? Формально речь идет о том, что действительно у нас субъективное восприятие времени, пространства и так далее. Время делается нашим мозгом. Если вы впадете в депрессию, то время будет течь на вас медленно. Если вы будете испытывать тревогу, у вас мысли будут так колыхаться, время будет скакать быстро, да, субъективно. Вот. Вам кажется, когда вам 25 лет или 20, вам кажется, что 44, это очень долго. Мне тут сейчас стукнет. Я вам должен сказать, это мгновенно. Значит, да, значит, вот если говорить совсем примитивный первый уровень снятия этого дела, то вы обнаружите, что такая фундаментальная категория, как время, субъективна, и это огромный, большой философский вопрос. Кто-то, может быть, читал, у меня есть книжка, называется «Складка времени», где я рассказываю, существует куча всяких разных, у того же Хайдегера есть совершенно прекрасное рассуждение о времени, это целый том, где он объясняет понятие скуки, как вот это состояние времени. Вот. И у большинства философов они все пытаются это время как-то схватить, объяснить и понять. Вот. И это такая фундаментальная абсолютно вещь, которая лежит в основе, казалось бы, нашего мироздания. Понимаете? Еще Канта возьмите. Пространство, время, протяженность, понимаете, вот это еще, если Декарта брать и так далее. В общем, время такая вроде бы настоящая штука. А оказывается, что она вот повернулся из окна в дверь, и смотришь в окно, тянется туда и вроде бы долго, а повернулся сюда и тянется сюда вроде бы быстро, да? А она, оказывается, такая не ненадежная, да? И дальше возникает вопрос, что философия стоит на таких вот штуках, которые могут подвергнуть сомнению. Вот вы думаете, что вы живете в пространстве, да? В трехмерном, да? Это вот просто это ошибка во всех пунктах. Потому что, значит, во-первых, все пространство делается вашей теменной долей. Вот это ощущение объема. Вы его никак не ощущаете. Вы где объем чувствуете? Вот если вы возьмете и начнете чувствовать, вот так, вы почувствуете объем. А сейчас вот вы меня видите в 3D или в 2D? 2D, правильно? Вот здесь подготовленный зритель. Значит, почему? Потому что у нас с вами плоская сетчатка. Сетчатка вашего глаза, она плоская. И фотоны, которые падают туда, они падают на плоский экран. У вас в глазу, вы улавливаете, плоские экраны. Не 3D. Но мы живем с вами ощущение пространства. И мы верим в это. И это одно из базовых вообще всех наших размышлений. И оказывается, даже его можно подвергнуть сомнениям. Вот вопрос, что такое субъективность? И когда вы задаетесь этим, и вы понимаете, что даже фундаментальные вещи субъективны, вы понимаете, что эти фундаментальные вещи, в которые мы верим, не есть корректное описание реальности. И тогда вы можете задуматься, а сколько вообще измерений? если предположить их наличие. И дальше выясняется, что этих измерений значительно больше трех, чем собрала ваша теменная доля. И вот это способ, которым вы побуждаете себя сомневаться для того, чтобы побудить поисковую активность. В противном случае вы просто не будете дальше двигаться и развиваться в элементарных вещах. Ну и субъективность. Если отвечать на этот вопрос прямо, значит, надо сказать следующее. Значит, есть реальность, которая где-то находится, а мы с вами используем четыре характеристики, позволяющие нам эту реальность картировать. Эти четыре характеристики то самое время, мы все воспринимаем во времени. Хотя на самом деле, с точки зрения физики, время весьма относительное. Эйнштейн говорил, это такая навязчивая иллюзия, которую надо прогнать из физики, но очень навязчивая. Значит, ругал время страшно, потому что у него нет времени в формуле, не надо время для физики. Но мы с вами живем во времени, потому что мы себе представляем прошлое, будущее, нам нужно строить свои планы на будущее, нам нужно опираться на прошлый опыт, поэтому мы так разворачиваем. Мы живем в пространстве, потому что нам важно что на нас напали и где дали поесть. И дальше мы живем в модальностях, это третья категория, и интенсивности. Что такое модальность? Цвет, тень, запахи, обоняние, сезание, это те рецепторы, которые у вас созданы. У вас созданы какие-либо химические запахи, что такое реакции на химический раздражитель, просто падает вам в нос молекула, и возникает химическая реакция. Вот, значит, физический, да, это эти фотоны стреляют, ударяют сетчатку глаза, вызывают соответствующую реакцию, и идет уже нервный импульс. И механический, это вот то, что я показывал, когда мял микрофон. Значит, вот это все виды рецепторов, по которым мы составляем звук. Это что такое? Какой раздражитель? Физический, химический? Механический. Он ударяет, воздух колеблется и ударяет в барабальную перепонку. Там дальше одно за другое зацепляется, дает, дальше все пошло, пошло, пошло. волна пошла в внутренние улитки внутреннего уха, а там рецепторы такие начали шевелиться, и из этих шевелений мозг принимает решение, что вы сейчас слышите. Ага, субъективность, лавливаете. Вот. Ну, если дальше развивать эту идею, этого рассказа, то мы тут придем и к знаменитой статье нагеле, каким видит мир летучая мышь, и к большому количеству современных исследований философских в области сознания, которые называются квалио и прочими всякими делами. Вы живы еще? Ладно. Я могу прекратить любой момент. Вот. Значит, да, вот в общем я вам рассказал, что есть реальность, есть наши способы сборки этой реальности и наши способы сборки, то, как мы ее воспринимаем, является частным субъективным случаем. И про что бы вы ни думали, вы всегда будете думать об этом в этих четырех координатах. Да, я не сказал про четвертую, это интенсивность. Яркий, блеклый, громкий, тихий и так далее. Вонючий, еле ощутимый. Вот. Запах. Да, значит, соответственно, про что бы вы ни думали, вы это все превратите во временно, пространственно, модальностно, интенсивностную штуку. Значит, я вас попрошу, если подумать, например, про физику. Вы же должны будете как-то представить ее. Физика же есть такая? Кто-то вспомнил, что было в школе, да? Вы уже во времени дальше вы вспомните, что физика это пространственные отношения предметов, как у Ньютона, например, астрофизика, понимаете, отношения пространственных предметов в этом пространстве, гравитация, это отношение друг к другу неких предметов, которые притягиваются и так далее. И все это у вас будет притягиваться, это во времени. Они не притягиваются. правда состоит в том, что Луна не тянется к Солнцу, к Земле. Они просто находятся в отношении, которые создают эффект, ну, не так нельзя, так сказать. Ну, короче, но, видите, создают, мне надо, да, сказать, чтобы объяснить это. Я должен развернуть во времени. Нету там времени никакого, да? И, соответственно, вы физику будете представлять во времени модальности и интенсивности. Тяжести, я говорил, притягиваются, тяжелые, тяжелые тянутся, да? Я физически этот использую, физически, кинестетически, тяжелые тянутся, что? Вот. Тяжелые, это интенсивность. Луна легкая, Земля тяжелая, поэтому Луна тянется к Земле, а Земля к Солнцу, потому что Солнце тяжелее. Пространство, время, модальности, интенсивности и так далее, это любое, что, про что бы вы ни думали, вы развернете в этих штуках. Лавливаете. И поэтому мы заведомо субъективны, и поэтому мы всегда косячим. Вот. Но очень гордимся собой. Так, Семен Семенович девятая страница с картинкой. Семен Семеновича спросили, что такое философия? Диалог. Так что же получается, мы с вами уже сейчас философствуем, а вам непременно Канта с Гегелем подавай. Семен Семенович был в отчаянии. И, видимо, поэтому застрелился. Ради философии стоило бы от нее отказаться. неправда ли? Ну, как обычно, такие истории чаще всего начинают пониматься с ответа. Сначала бессмысленный вроде бы диалог. Мы шо уже философствуем, а вам Канта с Гегелем, в общем, все, разругались, разошлись, позастрелились, все нормально. Ну вот, вопрос. Ради философии стоило бы отказаться от нее, неправда ли? Значит, о чем это? Как я вам сказал, мы с вами имеем в виде философии много всяких схем, схем, способов описания мира. У Платона есть свое, он там говорит про небеса, вот это вот, где эйдосы там крутятся, человек в пещере, тень там на плетень там и так далее и все. как-то говорит, там, вещь в себе, понимаете, такая, все спрятано, не узнаете никогда, закрыта таинственная вещь в себе, но как-то так проявляется, ого, в общем, короче говоря, это все объяснительные модели, и если вы сейчас посмотрите, что такое изучение философии, то это изучение вот этих вот реликтов. значит, согласно отечественной философии, Плотона, Топа и Бонна, о, очень интересно, все, чешем веку, звучит мощно, пещеры, все, значит, согласно святому Августину, что согласно Августину, в связи с всем он святой, это вообще какое имеет отношение к нашей дискуссии, так сказать, непонятно, вот, значит, и так дальше, да, и мы с вами изучаем все время историю философии, вот вы если подойдете к полке истории философии, там нету книг по философии, потому что философия это когда вы думаете, а думаете вы когда вам кто-то сопротивляется, кто говорит так, секундочку, не очевидно, и вы такие, да ладно, и вы начали думать, и в этом мыслительном процессе вы и думаете, да, что и есть собственно говоря основное любовь к мудрости, к думанию, да, мышление о мышлении, вот, а на полке то что вам дают-то там, вам дают это могилник, ну, правда, похороненные люди, вот, все там мертвые практически, ну, нет, живые, живые есть, сикадские есть, вот, еще, вот, жижик живет, вот, он просто, конечно, доиграется, вот, да, ну, вот, в общем, короче говоря, они там все, да, но в основном покойники все, и вы читаете их модели, вы от этого не становитесь мыслителями, вы от этого не думаете, вы просто узнаете, кто о чем думает, вы можете сходить на рынок, там тоже много хороших людей, и я не скажу, что они хуже тех, которые, вот это, тем более, что эти уже мертвые, вообще ничего с них, на рынке хоть что, мясо отрежут там, и у них у всех есть мнение, ловите, вот, ну, это я шучу, конечно, но правда состоит в том, что нельзя путать изучение истории и философии, как разные люди думали о том, что представляет собой мой мир, а нужно учиться думать, и это и будет настоящей любовью к мудрости, Сократ не написал ни одного текста, улавливать, там, правда, чашку нашли, на чашке написано Сократ, недавно открыли, нарыли, ну, может, вранье, вот, а может, его было, что, подписал себе, чтобы не стырили, там время было тяжелое, а вот, короче говоря, вот, да, он не писал, он что, он разговаривал, он встречал человека и говорил ему, ой, милый, благороднейший, прекраснейший, что ты думаешь, вот, прямо не знаю, я весь, я не знаю, я же ничего не знаю, вообще, вот про что-то, он говорит, я думаю, что вот так, он говорит, да ладно, а вот тут еще вопрос, у меня такой, еще вот это я хотел уточнить, а если мы с этой стороны посмотрим, и такой человек говорил, ооо, что-то, Сократ, ты меня путаешь, он говорит, я вообще просто ангел, не путаю никого, но несколько вопросов у меня все-таки осталось, вот, и он заставлял своих собеседников думать, он развращал молодежь мышлений, я вам серьезно говорю, это был один из пунктов, это провозглашает новых богов, старых не уважает, это он рассказывал про работу дефолт-системы, если кто-нибудь не в курсе, он прямо рассказывал, дословно, у меня, говорит, там живут какой-то даймонд, дух, который мне в какой-то момент, я задумываюсь, стою, не понимаю, что происходит, чувствую, что-то даймонд мне сейчас нашепчет, и он говорит, делай так, это классическая работа дефолт-системы мозга, мышление так работает, мы это выяснили, типа, боюсь этого слова, в 2001 году, Сократ это, соответственно, произносит, как вы понимаете, 2500 лет назад, вот, да, вот его казнили за работу дефолт-системы, и за развращение молодежи, которым он задавал вопросы про то, что эта молодежь думает, потому что важно же, чтобы она думала, потому что если она просто воспроизводит какие-то конструкции, которые ей дали, а тут же какое еще ирония-то, сейчас еще это стало особенно заметно, потому что время ускоряется, вот молодежь получает инструкции от людей, которые жили в другой реальности, ну вот, я родился, сформировался не только в Советском Союзе, это если кто-то помнит такое, и вот я могу, что, какую дать рекомендацию, как жить человеку, который вообще формировался в других условиях, его мозг зрел при другой, так сказать, погоде, радиации и так далее, что я могу сказать? Я ничего не могу сказать, но молодежь, она что, она что-то намекает, и ходит с этим, и всем сообщает, потому что в молодости все ясно всегда. Ничего не получается, кругом враги, но ясно все предельно. Это противоречие, если кто-то читал «Красную тортку». Вот, значит, соответственно, да, и молодежь надо учить думать, чтобы она умела собирать интеллектуальные объекты со своим мозгом, в своей среде, для своей жизни. Вот, и ее нужно всю совратить, такой план. У Сократа был, я ни при чем. Вот, значит, но возвращаясь к рассказу, да, вам Канта с Гегелем подавать. Не путайте историю философии и представление различных людей о том, что такая монада, монада. Знаете, что такое монада? Я сомневаюсь. Там столько этих определений монад у всяких разных людей, что когда вы до него доберетесь, станет, конечно, вообще непонятно, о чем речь. Вот, потому что у всех разные представления, разное видение этих моделей, вот, и наша задача учиться построению мыслей, созданию интеллектуальных объектов, а не вот этим конкретным вещам, категориям Аристотеля, Эйдеса, Платона и так далее. Знать это для общей эрудиции неплохо, вот, но вычитывать из них нужно другое. Давайте еще одну историю закончим, да? Вы устали все? Они не отвечаете несерьезно. Так, давайте я вот, да, что важно, здесь еще много рассказов посвящены самоучители по философии, которые, как я надеюсь, являются именно самоучителем и именно по философии, вот, они посвящены как раз языковым играм, в связи вот с тем, что я вам говорил выше про Витгенштейна, про лингвистический поворот, и про то, что ударил по столу и сказал, пора, значит, от построения ахинеи в облаках переходить к мышлению конкретному и разумному. Страница 17. Семен Семенович общался с физиками и полюбил слово процесс, а то он попал в компанию юристов и не разлюбил это слово. Последний послужил ему поводом, чтобы, к тому, чтобы застрелиться. Вопрос. Когда Семен Семенович совершил ошибку? Значит, ошибка очень простая. Это простая история, тут не надо сильно напрягаться. Значит, мы действительно очень верим словам. Например, когда вам говорят, что вас любят, вот, а вы хотите, чтобы это было правдой, вы не интересуетесь, что имеется в виду. Вот. А имело бы смысл уточнить. Ну, в избежание дальнейших этих нюансов. Вот. Да. И мы, значит, очень верим словам, и мы думаем, что мы можем на них полагаться. И вот главная проблема языковых игр состоит в том, что нам кажется, что, когда говорят какое-то слово, мы знаем, что оно значит, и что оно значит что-то настоящее, и на это можно полагаться. На самом деле, язык, вообще, вещь очень специфическая, она создавалась тоже эволюционно. И если вы почитаете замечательные всякие разные работы, которые возникли уже, конечно, позже Вильгенштейна, это Нам Холмский со своей лингвистикой структурной, если вы посчитаете современного Пинкера, прекрасного, блестящего, если вы посчитаете Лакоффа, если вы узнаете, что такое язык на самом деле, и вот этого Миллера, который выяснил, тут я, это я где-то написал, в этой, в Троице, он посчитал, что мы с вами пользуемся обычно из ста тысяч слов, которые запомнили свой мозг, пятью тысячами, да, а остальные девяносто пять оставляем для соблазнения, чтобы, если человек начал сыпать какими-то сложно сочиненными фразами, явно что-то он тут затеял, так сказать, да, ну, это понятная эволюционная вещь, если вы можете запомнить много слов, то у вас мозг способен решать более сложные задачи, чем тот, кто способен запомнить три слова, правильно? И, соответственно, если мужчина демонстрирует лингвистическую эрудицию, то есть, вот, может прыгать этими терминами, производить в каком количестве, то сразу девушки думают, что он может и потомство вырастить, ну, есть мозги-то, нет, я сейчас открою, вот, да, и это сексуально, вот, поэтому юношам на заметку, вот, но, если говорить серьезно, то любая наша вера в слово, да, и есть, собственно говоря, и есть, и есть ошибка, значит, вот следующая тоже картинка 25-й страницы, было в инстаграме, кстати, Семен Семенович, вам какого вина, красного или белого? Мне, пожалуйста, каштанового, с таким бордовым оттенком, что вы ждете от философов? Значит, вот, это вопрос, конечно, не про вино, хотя, я не уверена, что-то там обещали, но, вот, да, это то, что все, что может сделать философ, он может вам предложить какой-то набор слов, и, соответственно, если вы пытаетесь понять слова, которые они используют, то, как правило, вы точно садитесь в лужу. Значит, в этом смысле Хайдеггер, например, на мой взгляд, поступил просто самым блистательным образом, он придумал слова, которых не существует, вот, и сказал, если хотите разобраться, слухайте, и дальше вы сидите и ощущаете, так сказать, поток мысли, вот, который весь состоит из интуитивно понятия, понятных каких-то слов, вот бытие, например, это твое вот бытие, сейчас сказала, и ты такой сидишь и думаешь, ну, бытие, ладно, ну, вот, я тоже пойму, но вот бытие, это почем, да, вот, и так далее, он составлял сложные, сложно составные слова, для того, чтобы вы не прочитывали в его словах сразу то, что кажется, то, что я могу вам сказать, ваша душа, ваша, как бы, экзистенция, ну, я уже начал слова использовать, никого не соблазняю, просто, вот, да, ваша экзистенция, вот, она, значит, когда поймет, что сейчас все конец и смерть, она так вздрогнет, и вы ощутите, когда проснетесь и начнете думать, ну, просто же сказал, да, всем понятно все, да, можете уходить, философия Хайдеки закончилась, вот, но он что делает, он создает сложные языковые конструкции, в которых вы пока прерываетесь, вам приходится столько создать гипотез, представление, что он несет, этот человек, вот, и пока вы все проламываетесь через этот невыносимый текст, у вас и формируется огромное количество как бы оттенков, аспектов этой вот, казалось бы, очень простой мысли, да, Хайдегера можно пересказать на одной странице человеческим языком, в общем, надо осознавать собственную конечность, понимать, в общем, он близок, и дальше вот, это истина, не надо тоже далеко ходить, она не сокрыта, и так далее, в общем, короче говоря, ну, на страницу, ну, полторы, две, полторы, вот, можно изложить, но всю эту красоту, сложность этой конструкции, объемность этого знания вы не сможете получить, вот, потому что вы верите словам, потому что у вас красного или белого, но не бывает красного или белого вина, понимаете, бывает каштановый такой, с бортовым оттенком, вин, да, но мы пользуемся словами, красное или белое, иногда смотришь, где оно белое, белое, это другое, и там градус получше, но оно тоже не белое, хотя зовут беленькое, оно прозрачное должно быть, медицинский, спешит, но он не создал вот языковую игру, которая бы проясняла его схему, у меня есть целый архив, я купил гусель, ну там, работа, на аукционе, за деньги, с большим, хорошую, гусель, вот, но не создал этого, и все завалилось, и филеология померла, понимаете, потому что вот это умение в белом, в красном видеть, каштановый такой, с бортовым оттенком, и когда вы вот это создаете из экзистенции, превращаете в отбытие, и потом это в отбытие погружаете в эти дозайны, дозманы, и так далее, и так далее, и все это у вас туда дальше, вот тогда и сложности возникают, поэтому языковые игры, это еще вам не просто так, ну и давайте про последнюю языковую игру, ну не последнюю, а просто здесь много историй про языковые игры, они разные, значит, Семен Семенович всю жизнь мучился вопросом, почему о смерти говорят как о вечном покое, ну не очевидно же, согласитесь, пришло время это проверить, и он застрелился, как можно проверить языковую игру, видите, я вам сейчас так красиво рассказал про Хайдеггера, рассказал, как можно построить язык, создать сложность, заставить нас, как бы, так сказать, все это попытаться через себя пропустить, как-то, это, а с другой стороны, мы всегда с вами остаемся заложниками языковых играх, потому что, если он застрелился, то он не может проверить, вечно это покоя или нет, улавливайте, потому что его уже нету, нету того, кто может проверить, да, да, и проблема состоит в том, что точно так же, как мы заперты внутри своего способа существования, про который я вам говорил, пространство, время, модальность, интенсивность, точно так же мы заперты в пространстве собственного языка, как говорил Бюнгенштейн еще в логике-философском трактате, границы моего языка определяют границы моего мира, с одной стороны, это позволяет за счет увеличения языка усложнять границы нашего мира, но с другой стороны, понятно, что мы никогда их не покинем, поэтому языковые игры мы можем критиковать, но лучше, как можно сказать, их все-таки использовать, использовать существующий в них потенциал, Ну и закончить я хотел одной историей, а потом отвечу на вопрос, если у кого-то они останутся. А вот, сейчас последняя история. Сначала Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович застрелился, потому что ему показалось, что пора. Ну и кончилось все это у разбитого корыта. Есть ли некий глубокий смысл у противоположностей? Почему я решил закончить этой историей? Значит, мой Семен Семенович регулярно стреляется. Значит, задача этой стрельбы, вот, не провоцировать Роскомнадзор, и не пропагандировать что-либо связанное со смертью. Более того, я являюсь профессионально дипломированным суицидологом и должен вам сказать, что чем более в комической форме используется понятие суициды, тем меньше шансов, что кто-либо его совершит. И это профилактическое, профилактирующее вероятные суициды книжка. Ну вот, но на самом деле речь идет с одной стороны, это создает вот тот Хайдегеровский разбег, да, потому что мы все время сталкиваемся с вопросом собственной конечности и ответственности за собственную жизнь, за свое вот бытие, за свой, так сказать, дазарин. А с другой стороны, это действие, оно может быть заменено на любое другое. Сначала Семен Семенович женился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович жалился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович женился, потому что ему показалось, что пора. Ну и кончилось все у разбитого корыта. Вот способы чтения книги, мне кажется, они разнообразные, они веселые и они как бы тренирующие нашу думалку. Что, на мой взгляд, и есть философия. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ